Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале в новом видосе, но не на автотематику, а на тематику древнего ширпотреба. Я знаю, что многие подписаны на мой канал, потому что изредка я показываю какие-то необычные вещи, какие-то прикольные штуковины. И сегодня, по делу случая, мне достался настоящий патефон 1937 года. Для тех, кто не знает, что это такое, это такой прародитель любых современных колонок, плееров, музыкальных центров и так далее. То есть самый такой пра-пра-пра-дедушка, вернее даже, наверное, пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка любой переносимой электроники. И сейчас, когда вы включаете свой джебель-пати-бокс на тусовке, вы даже не подозреваете, что 100 лет назад люди на таких мероприятиях использовали вот такие вот переносные граммофоны. А музыка на этих аппаратах играла с вот таких вот древних грамм-пластинок 78 оборотов, куда умещался всего лишь один трек на одну сторону. Одна дорожка, одна сторона. Вот одна песня и вот вторая песня. Думаю, сегодняшнее видео по большей части будет интересно моей аудитории, не совсем взрослой, скажем так. Тем, кто даже не понимает, что это за коробка и за ящик сейчас стоит у меня на свежей BMW. Вот, ребят, две разные эпохи BMW 30 12 года и грамм-проигрыватель 1937 года. Короче, будет в любом случае интересно. Я вам чуть-чуть расскажу так вкратце для понимания, как эта вся хрень работает. Самый прикол, что этому аппарату не нужно никакое электричество. Ему, по сути, вообще ничего не нужно для того, чтобы проигрывать музыку. Только ровная поверхность и вот такая вот ручка для того, чтобы его заводить. Ладно, друзья, давайте переноситься во второй мой гараж. Там у меня сейчас пусто. Акустическое прослушивание там будет гораздо чище, интересней и приятней. Будем открывать эту шайтан-коробку. Я вам буду все рассказывать, показывать. Думаю, будет максимально интересно. Не переключайтесь. Что ж, друзья, давайте плавненько разбираться, что перед нами такое. Вот такой вот интересный, твердый, толстый и очень тяжелый ящик с замочком под ключик и с вот такой ручкой. Для чего она нужна? Ну, как я вам уже сказал в начале, техника у нас переносимая. И для того, чтобы взять на какое-то мероприятие, либо в гости к друзьям свою музыку, надо было ее вот так носить. Очень тяжелый аппарат. Весит суммарно около 12-13 килограмм, наверное. Да, ну хотя сейчас современные всякие колоночки JBL, модные, понтовые, весят тоже немало. Рабочее положение у нашего патефона вот такое. Давайте, я понимаю, что вам интересно, что там внутри, а не его внешний вид разглядывать. Так, открываем. Это у нас коломенский патефон. Как я смог загуглить, это образец со 1937 по 1941. То есть, по сути, можно назвать такой довоенной техникой. В первый год войны они еще выпускались. Потом у них сменился логотип коломенского патефона. Сменилась, скажем так, управленческая компания, которая отвечала за производство этого оборудования. И вот по этой маркировке можно плюс-минус хотя бы идентифицировать год выпуска этого прибора. Давайте смотреть, что он у нас из себя представляет. Вот у нас так называемая тарелка для пластинки. Сюда у нас кладется пластинка. Здесь у нас регулировка скорости. Тут, если я не ошибаюсь, поддерживаются, по-моему, 42-е пластинки. 42-я скорость, это немецкие пластинки. И 78-я скорость, это советские пластинки. Также там, я могу ошибаться, но, по-моему, американские тоже. 78-я скорость. Здесь у нас рычажок стоп. Если мы его отпустим, у нас начнется, скажем так, воспроизведение. Не, ну, пластинка сейчас не стоит. За счет чего это все реализовано? Давайте я стоп верну. Внутри у нас стоит некий механизм пружинный, который заводится вот такой вот ручкой. Одного завода патефона обычно хватает на полторы, ну, максимум две песни. То есть, с одного завода можно послушать одну пластинку, две ее стороны. Но здесь уже пружина, я бы так сказал, подвытянутая. И, естественно, за кадром я этот патефон тестировал, прежде чем снимать этот видеоролик. У меня уже на две стороны одной пластинки, к сожалению, ну, никак не хватает. То есть, все равно приходится патефон заводить второй раз для того, чтобы вторую сторону нормально без заиканий и без замедлений, назовем это так, прослушать. Здесь у нас автоматическое отщелкивание, автоматическое выключение, то есть, когда пластинка отыгрывает, у нас патефон может автоматически выключиться. И самое прикольное, что вся эта штуковина древняя, которой больше 80 лет, работает без какого-либо электричества. Она полностью механическая. Но вы можете спросить, за счет чего здесь вообще звук появляется? За счет чего здесь усиливается звук? Как это все может играть? Да, ребят, я тоже этого раньше не понимал, скажем так, пока не начал все это смотреть. Как это все было изобретено? Давайте по-простому вам поясню. Вот, посмотрите. Вот это у нас, друзья, звуковая труба. По ней передается звук и уходит внутрь патефона, а усиливается за счет вот этого раструба. Я думаю, вы даже слышите. Я сейчас в этот раструб кричу, и появляется небольшое эхо. То есть, он усиливает даже мою речь. Вот раз, раз, видите? Но как снимается звук? Звук снимается с помощью вот этой вот мембраны и вот такой вот тоненькой специальной патефонной иголки. Вот у нас иголка, вот мембрана. Звук с дорожки на вашей пластинке попадает сюда, затем по звуковой трубе опускается в недра патефона, и за счет вот этого здорового раструба усиливается. Естественно, как вы понимаете, ни о какой регулировке громкости звука здесь речи идти не может. Только если какой-нибудь картонкой, либо своей там ладонью закрывать часть раструба, чтобы патефон играл чуточку потише. То есть, условно, громкость у нас здесь одна, и она фиксированная. Видите, штуковина максимально неприхотливая, максимально простая, и чтобы ее сломать, надо постараться. Вот такая техника действительно способна пережить ядерную войну, и она все равно будет работать, потому что ей для работы и воспроизведения ничего, кроме механических частей, не нужно. И тут не так давно мой отец урвал на барахолке вот этот вот экземпляр, который требовал ремонта, требовал небольшого технического обслуживания, но благо все срослось, и сейчас, условно, там за 3000 рублей мы имеем купленный патефон в полностью исправном виде. Ну что, братцы, погнали. Наш патефон умеет работать с стандартными типовыми грамм-пластинками 78 оборотов, коих у меня порядка штук 10. Все мы их прослушать не сможем, потому что это... Иначе видео затянется минут на 50. У нас все-таки не какое-то аутентичное прослушивание довоенной техники. Мы так побалуемся, просто покажу вам, как это работает, потому что меня этот волшебный звук, ну, реально впечатлил. Вот тут есть песни, которые я уже слушал. Злата Прага. Вот, например, Марк Бернес и Москвичи. Марк Бернес. Вот, одна пластинка. Непонятно, 56-й год это. 56-го года пластинка. Мос, Обл, Сов, Надзор, РСФСР, Апрелевский завод, грамм-пластинок. Так, наверное, начнем с песни Москвичи, потому что я москвич, у меня даже футболка. Вот, зацените, я вам покажу. Вот, Москва для москвичей. Для тех, кто все еще не понимает, какого хрена с вот этого куска керамики может играть музыка. Здесь у нас, ребят, очень много канавок разного рода, которые создают звуки и вибрацию. И именно эти звуки и вибрацию снимает иголка, которая потом передает все это через музыкальную трубу в раструб. То есть, максимально простейшая система. Как до нее человек додумался, я понятия не имею. Это мне не подвластно. Но это работало еще начиная с 1919-20-х годов. Изначально вообще патефоны придумывали для нужд армии, для повышения боевого духа. Так, давайте его заводить. Сейчас он у нас на стопе стоит. И нам надо вставить вот эту вот ручку. Сейчас как шарманку будем заводить. И крутить, пока не станет тяжело. Здесь без фанатизма надо. То есть, нельзя перетягивать. Пружина может либо соскочить, либо лопнуть. И тогда будет требоваться переборка пружинного узла. Все, у меня ручка уже очень тяжелая стала. Я ее вытаскиваю. Далее давайте с вами поставим пластинку москвичи. Снимаем со стопа. Она начинает вращаться. Сейчас ей нужно на рабочие обороты выйти. Вот плюс-минус она вышла на рабочие обороты. И давайте ставить звукосниматель. Музыка играет, ребят. Это чудо. Никакого электричества. Вообще ничего нет. Посмотрите. Мы слушаем музыку из иголки. В морях завислой сонной Лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной И Витька с маховой. А где-то в людном мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят. Свет лампы воспаленный Пылает над Москвой В окне на малой бронной В окне на маховой Друзья мне встать В округе Без них идет кино Девчонки Их подруг Все замужем Давно Но помнит мир спасенный Мир вечный Мир в бой Сережку с малой бронной И Витьку с маховой Сережку с малой бронной И Витьку с маховой Эх, ребята, вот слушаешь Такую музыку А нет, во-первых Да, что-то я так Я-то уже слушал Надо вам прокомментировать Небольшие хрипатости Перепады Плохое звучание Оно было, да На этой пластинке Оно все Из-за того, что Пластинка уже Уигранная Назовем это так Основная проблема Любого винила Почему, например, коллекционеры Этот винил покупают За бешеные деньги И ставят его на полку Никогда его не слушают Потому что уже после Первого прослушивания Он никогда не будет таким Каким вы его купили В магазине Понимаете? То есть Любые иглы Какие бы они ни были Фирмовые и дорогие Они все равно Немножечко оставляют Скажем так Дефекты, да Боростки Вот на этих дорожках Поэтому все коллекционные Пластинки Исключительно запечатаны Исключительно Ни разу не прослушиваемы А когда пластинку За Вот эта вот фраза Ребята Я думаю Многие из вас ее слышали Даже если вы Там лет 15 вам 18 Пластинка заезженная Вот эта фраза Она до сих пор используется Все из-за того Что раньше пластинки Услушивали До Вот полного затирания Пока дорожки Не будут перескакивать Пока не будет Там треска сумасшедшего Ну вы поняли Ну вы поняли о чем я Откуда в принципе В ваших плеерах Там например В каком-нибудь Айподе Дорожка 1 Дорожка 7 Дорожка 15 Все это пошло С эпохи пластинок Потому что На пластинках Были Именно дорожки Так давайте Еще какую-нибудь песню Про Москву Вот по ночной Москве Например Сейчас зарядим Я здесь уже проверял За кадром Какие пластинки Не совсем заезжены И их всего там Порядка Четырех штук Надеюсь вам звук На эту камеру Будет передаваться хорошо Потому что У Sony Очень хороший Стереомикрофон Свет от свинел И затихли слава Каснут огни Засыпает Москва Только куранты Поют батареи Да в парках Шумит Листва Хорошо мне с тобой Идти На ночной Москве Там бульвары На всем пути Открывают Объявляют Песня Свенинский Гор Плывет В серебре Дома В этот час По Москве Идет К нам Любовь Сама В Shawn Песня Свенинский Гор Плывет В серебре Дома В этот час По Москве Идет К нам Любовь Сама приятнейший просто звук из нее выходит учитывая что это все иголки помойные вот прямо в процессе прослушивания я думаю вы заметили у нас сильно просели высокие частоты все из-за того что эти иголки в прямом смысле с помойки они уже затерты я все никак ну не могу сейчас найти поблизости кто бы мне продал патефонные иголки если у вас есть напишите в группу постраничные жигули в личку там обычно они коробками идут советскими такими бумажными 500 штук 100 штук 500 штук я думаю мне 100 штук хватит на мой век я бы вас купил за денежку разумеется бесплатно не прошу потому что вот здесь у меня есть иголки но они все вот тут разного рода иголки но их очень мало то есть раз два три ну 6 штучек у меня лежит про запас но они уже не играют скажем так очень сильно искажается звучание и в любом случае даже на такой иголки я думаю вы сами все успели послушать как четко высокие частоты распределены средние частоты единственный минус любой вот этой техники старой особенно патефонов граммофонов здесь нет басов потому что басы ты на винил никак не перенесешь здесь нет какого-то динамика здесь нет сабвуфера и тому подобного поэтому басов здесь нет в принципе мы любую пластинку какую бы сейчас не поставили услышим либо высокие очень много высоких частот либо и тех и тех либо какое-то распределение то есть где-то будут звонкие звуки где-то будут средние частотные звуки и на распев песни тоже были очень модны в то время в 50-е годы в 40-е годы это вот это я не умею я не певец я так на распев спеть не смогу взять ноту какую-то а большинство пела именно так то есть это подходило под формат носителей на которых люди выпускались в те годы но если их вы если вообще повезло советском союзе выпустится если они не были какими-нибудь там людьми нон-грата персонами так друзья ну что еще одну пластиночку на давайте заслушаем и не буду вас сильно мучить потому что понятно эта музыка совершенно не современная мало кому будет она понятна и сейчас такое не слушают а ПЕСНЯ 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 Моя красная, да стремимся к чужой человеку. ПЕСНЯ 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 Ну что, дорогие друзья, вот такой вот интересный и, как по мне, максимально необычный девайс, у нас сегодня был на мини-обзоре и смотре. Да, надеюсь, вам понравилось послушать вот эти вот древнейшие грампластинки, эти старые композиции из прошлого века, авторов которых уже давно в живых нет, но музыка их осталась на вот таких вот доисторических носителях, и которую при большом желании, как вы видите, еще можно послушать и в наше время, имея вот такой вот патефон. Да, не часто встретишь такую технику в рабочем состоянии, именно из-за этого я сегодняшний такой мини-обзорчик и тест решил записать. Потому что, ну, буквально там еще 10-20 лет назад патефоном удивить кого-то было сложно. У многих там бабушек, дедушек еще на чердаках лежали, в деревнях лежали. Сейчас же все-таки, наверное, половина уже сдано на металл, половина сгнили. Да, у них есть проблема у этих аппаратов, то что они гниют, но гниют по большей части не механические их части, а гниют именно вот эти корпуса из деревяшек. То есть, здесь вот все шурупы, все это просто на живую вверчено в дерево. Ну, как саморезы, грубо говоря. И если есть влага какая-то, если в ненадлежащих условиях вы будете хранить свой патефон старый, то железо, блин, то дерево просто-напросто сгниет все, к хренам собачьим. И работает все нормально не будет. То есть, у вас там и мотор вывалится, и тарелка под пластинку вывалится, и звукосниматель, труба, звукоснимателя держаться не будет. Ну, короче, множество таких вот мелких нюансов. Если неправильно храните, то, скорее всего, он уже у вас мертвый, воспользоваться им не удастся. Что ж, дорогие друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, сегодняшнее прослушивание, не забывайте поставить лайк, не забывайте, конечно же, подписываться на канал, оставляйте любые свои комментарии, ну и, в принципе, будет интересно почитать, застали ли вы патефоны у кого-то, может быть, у своих бабушек, у своих прабабушек, у своих прадедушек, ну и так далее. Да, потому что я-то с патефонами был знаком, но, опять же, из-за того, что я просто его нашел на мусорке, у меня, у родственников ни у кого не было. И, друзья, прошу не путать этот девайс с радиолами, уже современными, электрическими, куда подключаются колонки, где звукосниматель электрический, и, ну, это уже такой абсолютно ненужный хлам сейчас. То есть, у меня у самого было этих радиол штук пять, в них ничего интересного нет. Который там, 33-ю скорость, ну, для стандартных, скажем так, пластинок, это все-таки именно устройство, так скажем, походное, вообще не требующее никакого электричества и работающее только за счет механики. Еще раз, не забывайте лайки, комментарии, конечно же, подписочки. Ну, а мы с вами увидимся очень скоро в новых сериях, поэтому надолго не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok